В эфире программа «В тема» в студии Павел Волков и сегодня мы поговорим о цирковом искусстве. У нас в гостях Андрей Шевченко, руководитель одной из цирковых программ. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Андрей, расскажите, на чем сделан акцент в вашей программе? Самое главное, чем он отличается, это, конечно, что все-таки это необычный дивертисмент, это цирковое шоу на воде с использованием многочисленных эффектов, связанных с фонтанами, с светом, с звуком, использованием красивых костюмов. Конечно же, это оригинальные постановки, оригинальный реквизит, который мы сами изготавливаем, которые мы внедряем в само цирковое искусство, придумываем для этого шоу номера и постановки. И это все подаем под видом единого спектакля. Сейчас кто-то еще из циркачей использует в своем шоу акваэлементы? Сейчас, конечно, это штука новомодная, использование фонтанных и водных всяких эффектов. Ну, действительно, вода – это битая карта. Мы пришли к этому еще в 98-м году. Вот нашему шоу в этом году исполняется 23 года. И все эти годы мы продолжаем развиваться. Я могу сказать одно, поскольку у нас очень сильная инженерная команда, слаженный коллектив. И все те эффекты, которые мы представляем к показу, мы придумываем сами и демонстрируем их. И можем их обслуживать и управлять этими эффектами. Давайте проговорим про техническую часть шоу. Вот расскажите, насколько глубоко уйдет под воду арена? Никто не запланированный, не намокнет. То есть все шоу профессиональное. Я говорил это вначале и скажу так, что мы сейчас завезли в цирк примерно 80 тонн оборудования. Это свет, звук, фонтаны, животные, реквизиты и, в общем, много чего. Установили это гидротехническое сооружение. Весь этот бассейн вмещает в себя примерно 200 тонн воды. И вся эта вода, конечно же, чистится, подогревается, обеззараживается и работает в замкнутом цикле. То есть в течение месяца, там, двух мы спокойно удерживаем воду. Есть специальные люди, которые отвечают за подготовку воды и ее безопасность. Ну и также, конечно же, инженерная группа, которая настраивает фонтаны, фонтанные эффекты и все к этому готовит. Естественно, также у нас будет установлен профессиональный свет. Очень много красивого света и, соответственно, профессиональная работа этим светом. Андрей, вот скажите мне, как непрофессионалу, в чем отличие между цирковой шоу-программой на воде и той же самой, например, в Дельфинариуме, в Дельфинарии или Аква-Океанариуме? Я скажу, что сама программа, она почему все-таки остается в сегменте цирка? То есть у нас, конечно, там есть и театрализованные моменты, и переходы, и все как бы не обычный цирк. То есть мы не даем той обычной картинке, которую люди чаще всего наблюдают в цирке. Мы даем целостный спектакль, но чтобы оставаться в сегменте цирка, мы обязательно должны показать традиционные цирковые жанры, как традиционная клоунада, как традиционная дрессура животных. У нас их немного в программе, но этого достаточно, чтобы оставаться в сегменте цирка. Как появилась идея создать такое шоу? С чего начинали? Начиналось все очень нелегко. Идея пришла моей супруге, она автор и идейный вдохновитель этого проекта. Все это было в далеком 1998 году. Конечно же, программа не была такой большой и объемной, как сейчас. Сейчас некоторые номера достигают до 25-27 исполнительных одновременно. То есть мы занимаем все три плоскости. Плоскость воды, плоскость сцены и воздушное пространство. И одновременно, когда в манеже 25-30 человек, это, конечно же, объем. И получается, что мы выходим немножечко за рамки самого манежа. Ну, технически мы себе позволили это сделать. И зрители оказываются прямо внутри представления. То есть все, которые особенно близко сидят, они находятся внутри происходящего в манеже. То есть это очень такой серьезный эффект, который невозможно передать телевизионной картинкой. Какая эволюция у цирка? В направлении много разных. Конечно же, советский цирк, русский, российский цирк, он все равно считается лучшим. Зритель, по сути, искушенный. Это вот последний год только границы закрыты. А раньше люди ездили, видели очень много. И, конечно же, сравнивают. И то, что мы показываем, нам это приятно. И мы гордимся тем, что мы делаем. И, в общем-то, задержаву не обидно. А были уже с этой программой где-то за рубежом? Мы много объездили. Мы были уже практически в Китае, Африке, Европе. Очень у нас такой был изначально такой плотный график именно зарубежных гастролей. Но поскольку мы продолжаем развиваться, и у нас сейчас это все технически обрастает, и вы до этого задавали вопрос, как вы видите дальнейшее использование. Мы, конечно же, все-таки приходим к тому, что надо внедрять технологии. То есть у нас есть возможность с помощью нашей инженерной группы новых технологий, которые появляются где-то на рынке. Мы пытаемся это все вносить, внедрять. Будем внедрять робототехнику, будем внедрять квадрокоптеры. Будем это все современное, то, что интересно, то, что еще не показывалось. Все это мы будем внедрять. Ну и, конечно же, оставляя неизменными качественными номерами традиционные цирковые номера. На «Золотого клоуна» замахнуться хотелось бы? Нет таких пока конкурсов для цельных шоу. Есть конкурсы по отдельным номерам. Мы, к сожалению, в них не участвуем, поскольку у нас очень, скажем так, плотный график гастролей. И вся программа связана друг с другом. Если один номер выбывает, то выбывает, соответственно, и следующий. То есть целый блок выпадает, чтобы артисты успевали переодеваться. Даже при том количестве, что у нас 60 человек коллектив, все равно приходится по 4-5 раз выходить в манеж только за одно отделение. Поэтому идет быстрая смена костюмов, смена декораций, смена номеров между собой, реквизита. И все равно движение за кулисами очень серьезное. То есть это в манеже все красиво, гладко, ровненько. А за кулисами идет очень-очень серьезная работа. Поэтому у нас во время работы спектакля за кулисами постороннему вообще проход запрещен. Как животные относятся к работе вот в таких условиях? Все ли им нравится? Ну, животные закалены уже нашим таким серьезным графиком работы в 23 года. В принципе, относятся, ну, как к работе, как люди к работе. То есть это все зависит от самих дрессировщиков, которые готовят к спектаклям. Добавляется количество спектаклей. А это, конечно, дополнительная нагрузка и для артистов, и для животных. Вот, и здесь надо, здесь надо прямо очень тонко на грани, вот, в этом промежутке справляться с содержанием животных. Потому что все сказывается. Много работы. Животные все равно, то есть, ну, они же думают, они все это исполняют. Иногда, конечно, бывают сбои. То есть перемыкают где-то, они не то чтобы забывают, а просто путают местами трюковые части. Мы стараемся все-таки этих случаев избегать, предупреждать их, потому что все-таки мы профессионалы. Спасибо большое, Андрей, за интересную беседу. А я напоминаю об эволюции цирка. Мы разговаривали с одним из руководителей цирковой программы, которая будет показана в Ярославле, Андреем Шевченко. Редактор субтитров А.Семкин